Привет и конфеты! Я решила устроить себе челлендж рисовать каждый день. Дело в том, что я уже давно говорю себе, говорю всем вокруг о том, что я люблю рисовать, но фактически рисую я не так часто, да и не так хорошо у меня получается, как хотелось бы. Вот и решила я проверить свое желание на прочность, устроить себе полное погружение, рисовать каждый день, рисовать хоть что-нибудь, хоть сколько-нибудь. Это касается не только рисования в фотошопе, но и создания схем. Буду рисовать на протяжении 30 дней. По истечении такого срока уже вполне можно порефлексировать и сделать некоторые выводы. Моя цель выяснить для себя самой, оно мне вообще надо или нет. В сентябре прошлого года я взяла онлайн-курс по рисованию в фотошопе. Он шел 2 месяца и состоял из 8 блоков. За эти 2 месяца я смогла освоить только 3 блока из 8. Несмотря на то, что после окончания курса еще 2 месяца можно было общаться с кураторами, присылать им свои домашние задания, чтобы они посмотрели, покрементировали, я этого не сделала, застряв на 4-м блоке. Этот блок был посвящен рисованию материалов. Нужно было нарисовать глянцевый материал, текстурный, фактурный, деревянный, кирпичный и тому подобное. На глянце, а он был в самом первом списке, я и застопорилась. Работа над ним сразу у меня не задалась. Я 3 или 4 раза все удаляла, начинала заново. И вот вроде все делаю как в уроке, но мой глянец не блестит, не отражает. Ай, вообще он меня бесит. Я переключилась на другие материалы, рисовала текстуру, но постоянно думала про этот глянец. В общем, сама себя загнала. В совокупности с другими проблемами рисование отошло далеко в сторону. Сейчас у меня в планах как раз добить этот курс, благо самое сложное и скучное было в первых 3 блоках, а дальше будет композиция, рисование персонажей, предметное рисование, в общем все самое интересное. Я повременю пока с глянцем и светоотражением, но продолжу таки 4 блок с материалами. Материалы мы рисуем на кубиках, то есть за основу мы берем простой однотонный куб и превращаем его в куб из какого-то материала. Когда я начала рисовать эти кубики, у меня сразу возникла ассоциация с игрой Portal. Там кубики являются неотъемлемой частью игрового процесса. Тебе необходимо постоянно контактировать с кубами и использовать их для успешного прохождения испытаний. Отличная идея, подумала я и принялась за рисование куба собственно. Если бы мне 5 лет назад сказали, что я буду играть в компьютерные игры, я бы покрутила у виска, потому что игры меня не интересовали от слова совсем. Единственная игра, которую я признавала, это Need for Speed Most Wanted – гоночки. Эта игра была установлена на самом первом нашем семейном компьютере и иногда мне удавалось погонять на машинках. Ее я душевно полюбила так же, как и полюбила впоследствии автомобили. Даже в студенческие годы я восстанавливала эту игру на ноутбук и прошла ее несколько раз. Ну, вместо того, чтобы готовиться к сессии, естественно. Прокрастинировала как могла. Но у меня даже не было мысли посмотреть в сторону каких-то других игр. В моем сознании существовала только одна игра, она была единственной возможной. Нет, ну в сокровища пиратов, конечно, во Вконтакте еще залипало, но это не считается. Для меня компьютерные игры ассоциировались только с войнами, перестрелками, захватами и всяческими противостояниями, потому что на слуху были такие игры, как Dota 2, Танки, Варкрафт, Call of Duty и что-то такое. В общем, все, где нужно стрелять, убивать и захватывать территории. Но потом я познакомилась с Яном, и он рассказал мне про свое увлечение играми. Оказалось, что существует множество прекрасных игр, в них могу играть даже я, а меня, поверьте, очень сложно заинтересовать такими делами. Можно сказать, что в первый портал я играла под дулом пистолета, Ян буквально сила и усадил меня за компьютер. Ян хотел донести до меня мысль и показать вживую, что игры – это тоже вид искусства, как литература или кинематограф. Только игры – это другой способ донести историю. В игре тебе помимо аудиовизуальной части доступна возможность повлиять на сюжет и почувствовать себя непосредственным участником событий, благодаря игровому процессу. Как видите, у него получилось. Я прошла первую и вторую портал под чутким руководством Яна. С трудом давалось управление, я плохо ориентировалась в пространстве, а игра, в свою очередь, именно на пространственных головоломках и основана. Поначалу я сильно путалась, где я нахожусь, куда вышла, где вообще оказалась. Но в итоге портал помогла мне научиться не только правильно воспринимать пространство, но и думать стратегически. Помимо практической пользы, игра имеет интересный сюжет, который пропитан сарказмом, особенно во второй части. По сюжету вы находитесь в научной лаборатории, в которой ведется работа по изучению природы порталов. Вы являетесь испытуемой девушкой по имени Чел. На вас тестируют разные штуки, например, как влияет на организм прохождение через порталы. Игровой процесс основан на решении головоломок при помощи переносного устройства, в простонародье портальной пушки. Пушка, конечно, звучит устрашающе, но убивать в игре никого не нужно. Эта пушка открывает на плоских поверхностях порталы, через которые можно мгновенно перемещаться в пространстве самому или переносить предметы. Вы можете зайти в одну стену, а выйти из другой стены. Представьте, если бы действительно можно было перемещаться из одного конца земного шара в другой, просто поставив портал в стене. Думаю, интернет-магазины были бы максимально заинтересованы в такой опции. На протяжении всей игры с вами разговаривает компьютер по имени Гладос. Именно она создает испытательные комнаты и всячески подтрунивает над вами в процессе, обещая накормить тортиком после прохождения всех испытаний. Однако, вместо этого, на последнем испытании она пытается вас сжечь. И теперь ваша главная цель – это выбраться из лаборатории. Все-таки испытания на людях… Не уверена, что это законно. Думаю, любой захотел бы выбраться. Вставила немного кадров игрового процесса, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вы можете видеть, что в игре часто используются кубы для нажатия больших кнопок. А точнее, сверхпрочных, сверхударных, сверхкнопок. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Но есть один особенный куб – куб-компаньон, который отличается от остальных. На нем нарисованы сердечки, и он розовый. Впервые куб-компаньон появляется в 17-й тестовой камере. Гладос сообщает нам, что в этом испытании куб станет нашим верным спутником и рекомендует заботиться о нем, как о друге. В этом испытании грузовой куб станет вашим верным спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Также в этом испытании мы встречаем потайную комнату. Судя по фотографиям и надписям на стенах комнаты, испытуемый, который был здесь до нас, считал куб-компаньон своим лучшим другом. В конце испытания Гладос вынуждает уничтожить куб-компаньон. Испытание пройдено. Ваш приятель куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Мы собственными руками бросили нашего соратника в котел. В дальнейшем Гладос часто будет это припоминать и корить нас за уничтожение куба-компаньона. Мне стало интересно, есть ли еще такие вышивальщицы, которые любят портал. Я обратилась к интернету в поисках вышивок. И как ни странно, нашла довольно много готовых работ и схем. Чаще всего в вышивке встречаются логотип игры, куб-компаньон, название лаборатории, в которой проходят испытания. Тортик вышивальщицы тоже не обходят стороной. Как я уже говорила, на протяжении игры Гладос обещает нам тортик в качестве вознаграждения. Однако по пути, на стенах и в подсобных помещениях встречаются различные метки и надписи, оставленные другим испытуемым, которые говорят нам, что торт это ложь. The cake is a lie. И эта надпись тоже часто встречается в вышивке. Первую игру портал можно пройти за 6 часов. За ней не нужно сидеть неделями, можно за выходные ее пройти. На мой взгляд, эта игра отличное развлечение и приятное времяпропровождение, поэтому смело всем рекомендую. Возвращаясь к теме рисования, куб дался мне нелегко. Мне пришлось напрячь все свои пространственные извилины, чтобы сообразить, как же будет распределяться свет, как показать объем. Фаски, углубления свели меня с ума. Я рисовала кучу вспомогательных линий. В общем, очень рада, что смогла довести это дело до конца. В общей сложности на рисование ушло около 17 часов, разбитое на 9 рисовальных дней. Я результатом довольна. Наверняка в рисунке присутствуют ошибки или неточности, но мне на них, если честно, все равно. Я знаю, что выжила из себя все, использовала все свои навыки и получила крутой результат. Заодно поностальгировала о прекрасной игре Portal. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, играли ли вы в Portal и как у вас обстоят дела с пространственным воображением. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok